Добрый день, дамы и господа, и добро пожаловать на четвертую сессию высокого уровня, посвященную доступу к инновациям для возобновления, осуществления цели устойчивого развития. Я ведущая непальского телевидения, живу и работаю в Катманду, и у меня есть такая возможность быть частью такого сборища единомышленников. Для меня это огромная привилегия. Мы сейчас готовим сцену, и давайте поприветствуем моих уважаемых коллег, экспертов, которые будут здесь с нами на четвертой сессии. Хочу представить вам всех наших экспертов, дамы и господа. Проходите, занимайте свои места, садитесь. У вас рядом с креслами столики. С вашими именами, с табличками с вашими именами. Я рада всех вас здесь видеть. Спасибо. Я рада, господин Ли, что вы снова с нами. Итак, давайте перейдем к делу. Это четвертая сессия высокого уровня 18-го IGF. Она посвящена теме доступа инноваций для возобновления, осуществления ЦУР. Как вы знаете, ЦУР играет центральную роль в развитии всего глобального сообщества, в создании синергии между всеми действиями, усилиями, направленными на создание среды, которая сделает возможное достижение ЦУР инклюзивным образом. Мы уже много говорили об этом, даже на предыдущих сессиях, когда речь шла в том числе и о ЦУР, о статусе достижения некоторых целей. Мы говорили о том, что большинство целей не достигнут, и мы отстаем по их прогрессу. И что нужно сделать для того, чтобы нарастить наши усилия по достижению целей. Неравенство, как вы уже говорили, большинство экспертов на всех сессиях это отмечали сегодня утром и после обеда. Неравенство существует, и все это говорили. Я думаю, можно сказать, что мы достигли в этом соглашения. Все с этим согласны. И существуют новые вызовы, такие как изменение климата. Они появляются перед нами, помимо традиционно существующих вызовов, которые представляют собой угрозу для нас. И даже продолжать на той же скорости, в том же темпе, сложно. Неравенство доступа представляет собой проблемы. Неравенство доступа к образованию, к здравоохранению. Все это представляет собой препятствие на пути к достижению инсульт. Поиск цифровых решений может помочь нам сократить исторически существующие разрывы и помочь нам перейти в эру инновационных технологий, которые помогут нам бороться с такими новыми вызовами, как изменение климата. Применение цифровых технологий поможет нам максимально преуспеть в этом деле на всех этапах достижения. И центральной темой ЦУР является равенство и отсутствие дискриминации. Как вы знаете, ЦУР основаны на принципах соблюдения прав человека во всех сообществах. Это включает доступ к информации и свобода слова. Доступ к информации и синергия наших усилий в этом направлении очень важны. Это прагматическая стратегия, которая поможет нам возобновить свои усилия, нарастить усилия в деле осуществления ЦУР. Давайте поразмышляем на эту тему. Эта сессия продлится более часа. Хочу представить вам наших экспертов. Его происходительство. Господин Джун Хуали, заместитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Также с нами госпожа Каролайн Эд Стадли, федеральный министр Евросоюза и по вопросам Конституции Австрии. Также с нами господин Шелиди Марвала, ректор университета Организации Объединенных Наций. Я рада, что с нами здесь госпожа Ланако Ишида, профессор университета Кео-университета. С нами также господин Мухаммед Шариф, министр Мальдив по вопросам окружающей среды, климата и технологий. Мы рады, что с нами сегодня господин Масоноро Конду, генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам телекоммуникации. И также мисс Лис Фур, генеральный директор ЭТНО Европейской сети операторов телекоммуникационной связи. И господин Кожи Бокье, вице-президент по вопросам политики Африки в Лежнем Востоке, и также Турции из компании МЕТА. Без дальнейшего промедления давайте перейдем к вопросам, которые мы наметили на эту сессию. Я буду задавать эти вопросы нашим гостям. Давайте начнем с господина заместителя генсекретаря. Как вы думаете, какие можно привести примеры использования цифровых решений для достижения конкретных ЦУР в глобальном масштабе? Спасибо. Добрый день. Я рад вновь находиться здесь на сцене и принять участие в обсуждении такого важного вопроса. Цифровые технологии связаны с достижением ЦУР почти во всех аспектах. И мы, секретариат ООН, полагаем, что цифровизация представляет уникальные возможности. Во многих областях она является ключом к достижению ЦУР. В частности, цифровые решения могут улучшить финансовую инклюзивность, улучшить уровень предоставления финансовых услуг, государственных услуг и также способствовать в борьбе с изменением климата, способствовать улучшению вопросов образования и искренению бедности. Это не просто вопрос инфраструктуры. Это вопрос создания комплексной структуры, которая поможет добиваться ЦУР. Цифровые решения должны основываться на приоритетах и принципах, которые содержатся в повестке развития на период до 2030 года, в особенности для развивающихся стран. Потому что когда мы учредили цель устойчивого развития в рамках повестки 2030, у нас не было удовлетворительных данных, которые нам показали бы, что мы достигаем этих целей. Напротив, мы сегодня видим, что мы отстаем по всем целям. Лишь 15% работы в рамках ЦУР идут по плану. Именно поэтому была принята консенсатным образом политическая декларация недавно в Нью-Йорке. И они взяли обязательства по сокращению этого разрыва путем более активных решительных мер. Для того, чтобы блага цифровизации затронули все, для того, чтобы расширить участие всех стран, прежде всего развивающих стран в цифровизации. Именно поэтому я полностью подписываюсь под мыслью о том, что нам необходимо всем подключаться и способствовать цифровизации. Большое спасибо за то, что вы таким образом подчеркиваете значение цифрового сектора для того, чтобы ускорить процесс достижения ЦУР. Госпожа Карлана Кстадера, которая является федеральным министром ЕС и Конституции в Австрии. Как бы вы ответили на этот вопрос? Большое спасибо за приглашение принести участие в этой дискуссии. Вы знаете, это очень важная тема. Я, как федеральный министр, отвечаю за координацию в области реализации ЦУР Австрии. В настоящий момент мы готовимся ко второму обзору и представим результаты этого обзора в Нью-Йорке в июле следующего года. Мне кажется, что этот момент, сегодняшний момент, можно назвать переломным для всего международного сообщества, потому что искусственный интеллект находится у нас в руках, у каждого из нас. Мы используем искусственный интеллект во множестве разных областей. И я думаю, что эта технология будет принципиально важной для будущего. Одной из моих тем является соблюдение прав человека. И видно, как можно использовать цифровые технологии и что необходимы навыки для использования цифровой технологии, для того, чтобы собирать информацию, для организации встреч, для проведения обсуждений и так далее. И это будет способствовать свободному обмену мнениями и сбору информации для того, чтобы организовывать мирные встречи. И мир будет совсем другим, чем тот, который нам представлялся лишь несколько месяцев тому назад. Мы также получаем ужасающую информацию из Израиля. Мы знаем, каков сегодняшний мир, и поэтому сегодняшние эти технологии должны использоваться также для того, чтобы расширить наше понимание, знание в области демократии, прав человека, соблюдение прав человека и верховенства права, с тем, чтобы верховенство права восторжествовало повсюду. Большое спасибо, господин федеральный министр. А теперь я хочу передать слово Мальдивам. Это одна из тех стран, которые, как ни одна другая, видят последствия изменения климата. Поделитесь, пожалуйста, вашей точки зрения и рассказать о том, как можно с вашей точки зрения использовать цифровые технологии для достижения ЦУР. Благодарю вас. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить секретарь от IGF и партаменту ООН за приглашение принести участие в этой дискуссии. Если говорить о глобальных примерах того, как использовать цифровые технологии для достижения ЦУР, то, например, можно сказать, что у нас есть ЦУР-1, ЦУР-2, которые касаются голода и бедности, достижения нулевого голода и бедности. Посмотрите на статистику. Более 2 миллиардов человек в мире не имеют банковских счетов. Мы знаем, что доступ к цифровым финансовым услугам является прекрасным способом преодолеть бедность. То есть есть уже глобальные инициативы, которые этим занимаются. Голод. Умное сельское хозяйство, которым играет огромную роль новые технологии. Облачные технологии, датчики, использование беспилотников, блокчейновых технологий и многие другие могут использоваться для умного ведения сельского хозяйства. Вертикальные фермы и так далее. Все это позволит нам добиться ЦУР-2, ЦУР-9, инфраструктура, технологии, инновации. Доступные услуги в области ЭКТ помогут многим странам, в том числе моей, подключиться к цифровой экономике и увеличить, повысить нашу конкретную способность. Это происходит не только в развитых странах, это происходит в развивающихся странах и даже в наименее развитых странах. Мы инвестируем в цифровые технологии. Пример Мальдив. В последние 12-18 месяцев мы уделяли внимание совершенствованию наших систем цифровой идентификации. Это одна из главных технологий, на которые мы должны ориентироваться для того, чтобы ускорить достижение ЦУР. Как говорил Георгий Секретарь ООН, мы отстаем. Мы, вероятно, не добьемся поставленных перед нами целей в области планеты, в области населения планеты. По голоду, по бедности, по ЦУР, которые касаются гендерного равенства, по ЦУР-16, особенно 16.9. Есть требования к 2030 году, чтобы у всех было юридическое лицо. И другую государственную цифровую инфраструктуру, если мы разовьем, на основании чего можно развивать цифровое сельское хозяйство и цифровые финансовые услуги. За счет этого мы значительно ускорим темпы достижения ЦУР. Благодарю вас, Ваше превосходительство. А теперь я хочу обратиться к другим выступающим. Кстати, я хочу сказать, что у нас есть регламенты. И вы видите, что в тот момент, когда меняется время на экране, это значит, что закончилось время, выделено вам на выступление. Теперь я хочу обратиться к экспертам госпожи Лиз, которая является герман-директором Ассоциации операторов сетей по телекоммуникациям в Европе. Но вы знаете, для нас цифровизация – это интересная тема с точки зрения ЦУР, потому что у нас нет ЦУР по цифровому управлению или по цифровым технологиям. Но искусственный интеллект и цифровые технологии начинают играть все большую роль в нашей жизни. И цифровые решения в большой степени являются новыми, они взаимосвязаны со многими ЦУР, например, по ключевым навыкам, по технологическому развитию и так далее. В докладе ООН по ЦУР подчеркивается, что цифровые технологии могут нас приблизить к выполнению ЦУР. И подчеркивается, что цифровое отставание сдерживает прогресс. Например, по ЦУР-4 образование, что, например, связано с достойной работой, ростом и со снижением неравенства, то есть восьмидесятые цели. Связанность очень важна, но если нет доступа к устройствам, то эта сеть не будет использоваться. То есть устройство и наличие связи – это то, что позволит вырваться вперед. Да, миллиарды людей пользуются интернетом, но мы наблюдаем также, что они могут пользоваться всеми теми благами, которые в себе содержит интернет, потому что у них нет необходимых навыков. Если говорить о навыках, о связи, то очень важно, чтобы цифровые технологии способствовали достижению ЦУР, которые посвящены именно людям, будущим людей. Но при этом цифровые технологии могут делать более устойчивыми и сельское хозяйство, и способствовать сохранению окружающей среды, сделать наши отрасли менее вредными с точки зрения окружающей среды и сделать планету более жизнеспособной. А теперь, госпожа представитель Канаки. Да, позвольте мне отреагировать на то, о чем говорил мой друг из Этно. Мы не можем действительно опираться лишь на доступ. 95% населения живут неподалеку от сети, но это не означает, что они имеют доступ к широкополосной сети или что они имеют доступ к технологиям, о которых мы говорим, как об обещающем технологии, как это искусственный интеллект. Именно поэтому 2,5 миллиарда человек не имеют либо доступа к широкополосному интернету, либо не имеют доступа к устройству. Конкретный пример того, как можно использовать цифровые технологии для достижения ЦУР, а может быть и всех ЦУР. МЕТА вот уже более 10 лет работает с использованием искусственного интеллекта. Это один из самых крупнейших инвестиций в связь. Я говорила уже о том, как много инвестиций мы сделали в связь, в расширении связи. Внешним фактором этого стало понимание того, где живут люди. И было очень мало информации о плотности населения. Даже когда у нас были данные от опросов, от переписи населения, не было информации о том, где они непосредственно жили, где они живут. В целом эта информация была, но ее не было конкретно. Поэтому мы использовали спутниковые данные, наложили спутниковые данные на данные переписи. В сотрудничестве с Колумбийским университетом этот проект провели. Потом мы эти данные передали гуманитарную обмену данными ООН, которые сейчас стоят 50 с лишним странам. И сейчас этими картами используются и правительство, и Всемирный банк, и университеты и так далее. И мы стремимся добиться конкретных целей, которые были заявлены в ЦУР. Вот как может использоваться искусственный интеллект. И это положительный внешний фактор, который является результатом нашего использования искусственного интеллекта для бизнес-цели. Да, мы понимаем, что есть риски, но искусственный интеллект открывает такие возможности. И у нас действительно сейчас переломный момент. И мы должны говорить больше, прежде всего, о возможностях. Большое спасибо за то, что вы подчеркиваете положительные моменты, связанные с искусственным интеллектом. Госпожа Ищида, которая преподает в университете Киото. Вам слово. Благодарю вас. Добро пожаловать всех в Японии. Добро пожаловать в Киото. Я хочу рассказать вам об инициативе нашего университета по цифровому решению для достижения ЦУР-4 по обеспечению качественного образования. До эпидемии коронавирусной инфекции в какой-то степени отставали по использованию цифровых технологий в образовании. Мы были последними среди стран УЭСР по развитию инфраструктуры и доступности цифровых технологий в обучении. Однако пандемия привела к колоссальным изменениям. И Япония дала устройство для получения интернета всем ученикам в школах. И мы тем самым смогли сократить цифровый разрыв. В 2020 году мы запустили эту инициативу, и с тех пор она себя хорошо зарекомендовала. Нет никаких особенных минусов. Я считаю, что это хороший пример, которым можно воспользоваться на глобальном уровне. И таким образом каждый может развить свои цифровые навыки. И это очень важно для того, чтобы обеспечить доступ к удаленному обучению в наших учебных заведениях. Большое спасибо, профессор, спасибо за теплые слова. Конечно, я лично полагаю, что Япония – великолепное место проведения форума по управлению интернетом. Я в этом убеждена, и я уверена, что многие со мной согласны. Ведь здесь есть чему поучиться. Поучиться на примере Японии, на всех достижениях Японии. Многое можно уроков влечь. Большое спасибо все те, кто представляет Японию в числе наших дискутантов и благодаря Организационному комитету. Если продолжить эту дискуссию, то, конечно же, Азиатско-Тихоокеанская телекомьюнити может поделиться с нами своими соображениями. Я хочу передать слово господину Масоноре Кондео, который является генеральным спектарем. Расскажите, пожалуйста, технические и регуляторные сложности, которые касаются реализации цифровых решений для ускорения достижения ЦУР и повестки на 2030 год. Большое спасибо, госпожа ведущая. Прежде всего, я хочу поблагодарить секретариата IGF за приглашение принять участие в этой важной сессии. Хочу также поблагодарить Японию за теплый прием и гостеприимство. Если говорить о вашем вопросе непосредственно, то основные сложности в реализации цифровых решений. Помня, что мы сегодня обсуждаем на этой сессии прежде всего доступ к интернету. Давайте помним, что доступ означает финансовую доступность. И это означает, что нужно постоянно изменять политические меры, направленные на обеспечение доступности. Но, опираясь на опыт нашей организации, хочу поделиться с вами следующим. Цифровые решения порой не используются не потому, что люди не имеют возможности их использовать, а потому, что они считают, что в этом нет необходимости. Люди слишком заняты для того, чтобы разбираться с чем-то новым, поскольку на это необходимо время, усилия. И, соответственно, необходимо продвигать инновационность, в том числе инновационные идеи, так, чтобы это было достаточно привлекательным, с тем, чтобы можно было преодолеть эти препоны. Инновация не может, однако, быть достигнута за счет опросников потенциальных пользователей. Нужно помнить о том, что необходим дух предпринимательства со стороны поставщиков, то есть тех, кто пытается продвигать свои цифровые решения. Большое спасибо, господин Кондо, прошу прощения, исправляется модератор. Госпожа Каролайн, как Вы полагаете, каково Ваше мнение в этой связи? Мы должны, прежде всего, подключить тех, кто еще не подключен, и вновь подключить тех, кто отключился. Но информационные, искусственные интеллекты, новые технологии сопряжены с огромной опасностью, а именно усугублением существующего неравенства. В рамках этой дискуссии уже упоминалось. Мы видим, что необходимо использовать технологии для того, чтобы держать связь. Особенно это было очевидно во время пандемии. Мы непосредственно осознали, какое значение имеет эта технология. Потом мы видели, как эти технологии получили распространение в учебных заведениях, в школах, что этими технологиями начали пользоваться пожилые люди для того, чтобы держать связь со своими внуками, детьми. И за счет этого использование цифровой технологии стало повседневной нормой. Мы видим, что сейчас нам, наверное, необходим ЦУР в области интернета для того, чтобы добиться прогресса. Уже отмечалось, что это важно для ЦУР-4 и ЦУР-8, доступ к рабочим местам, доступ к образованию. Да, существует множество возможностей в связи с цифровой технологией в этой своде. А также в Левуире заговорили о ЦУР-3. Особенно это важно тогда, когда не хватает образованных людей. Это верно практически в любой области. И это, безусловно, могло бы способствовать прогрессу. Но сначала, отправной точкой, должно быть подключение всех тех, кто не имеет доступа. Я говорю сейчас не только о тех, кто живет на Западе, но и о глобальном йоге. Я считаю, что это огромная задача, которая может быть решена только путем объединения усилий. Благодарю вас, госпожа министр. А теперь перехожу к исследователям. Вы слышали, что говорят политики, что говорят эксперты. Как вы полагаете, с какими сложностями сталкиваемся мы при применении цифровых решений для достижения ЦУР? Большое спасибо за приглашение принять участие в этой сессии. Мне кажется, что есть две основных проблемы. Первая касается управления. При управлении принципы просты. Мы должны максимизировать хорошее использование искусственного интеллекта и минимизировать дурное использование искусственного интеллекта. В чем же состоит это хорошее использование искусственного интеллекта? Например, сельское хозяйство – это ЦУР 1 и 2. Здоровье, здоровоохранение, образование, управление. Это, во-первых. Во-вторых, доступ. Доступ означает доступ к данным. Я раньше был директором университета Юганисбурга. Во время пандемии ковида, когда мы всех отправили по домам, выяснилось, что не у всех есть доступ к данным. И выяснилось, что нам нужно круглую сумму потратить для того, чтобы подключить к пакету данных всех студентов. У нас 50 тысяч студентов в университете. Ну и, в-третьих, это доступ к технологиям. Да, мы говорили сегодня утром о потоках данных между странами, о безопасности этих данных и так далее. Давайте об этом не забывать. И следующим моментом является технология, то есть, иначе говоря, устройство, используемое для подключения. Опять-таки, Юганисбург. Чтобы купить 26 тысяч устройств, нам понадобилось несколько недель. Это было совсем непросто. То есть, нам нужно обучать страны, особенно небольшие страны, сотрудничать с другими странами с тем, чтобы при приобретении этих технологических устройств использовать экономику масштабов. Благодарю вас. И я хочу мой следующий вопрос также со следующим вопросом обратиться к вам. Мы, конечно же, согласны с тем, что ЦУР очень важны для продвижения равенства и благосостояния для решения новых проблем. Скажите, с вашей точки зрения, по каким ЦУР мы отстаем с точки зрения недостаточного использования цифровых решений? Ну, в общем и целом, мне кажется, по всем. Лишь по 15% ЦУР мы действуем согласно поставленным целям. По 15% показателей мы выполнили поставленные задачи. По 50% мы отстаем. Мы следуем траектории, по остальным мы отстаем. Поэтому, если говорить о цифровых возможностях, я считаю, что прежде всего важно образование от обучения специалистов до цифровой грамотности. Цифровая грамотность становится правым человеком. Моя мама пенсионер в ЮАР должна уметь использовать эти устройства. Я ее этому обучил. Но ей необходима цифровая грамотность для того, чтобы получить свою пенсию. В противном случае ей придется в очереди стоять несколько часов. Так что образование очень важно. Во-вторых, инфраструктура. Инфраструктура нам необходима для использования технологий. В-третьих, данные. Опять-таки вопрос о данных. Говорят, что данные – это новая нефть. Я надеюсь, что не новая нефть, что данные будут куда лучшим ресурсом с точки зрения возможностей, которые будут перед нами открыты благодаря этим данным. Но, конечно же, напрямую связаны с этим вопросы интеллектуальной собственности, прав интеллектуальной собственности. Да, нам необходим определенный минимальный уровень прав интеллектуальной собственности, например, для решения проблем изменения климата. Необходимо, чтобы некоторым технологиям имели доступ для решения проблем экологии, изменения климата. То есть и инструмент, и права человека, и быстрые изменения, которые требуют того, чтобы мы стремились нагнать этот темп изменений. В связи с чем хочу обратиться к генеральному директору Ассоциации операторов телекомедицинских сетей Европы госпожа Лиза Фюр. Да, позвольте мне, опираясь на факты, высказаться честно. Мир не достигнет поставленных целей по равенству к 2030 году. По докладу ОН нам понадобится еще 140 лет для того, чтобы добиться равенства на рабочем месте. 140 лет. Лишь 22% исследователей в ведущих областях, таких как искусственный интеллект, являются женщинами. То есть в исследованиях недостаточно женщин. они меньшинство представляют из тех, кто получает образование по таких специальностям, как компьютерные технологии и так далее. Нам необходимо больше женщин в науке, в технологиях, в математике и так далее. И все это связано с тем, что если не включить женщин в этот процесс, то мы не сможем раскрыть полностью цифровые решения. Если у нас не будет женщин, то мы не сможем снизить ошибки, которые сейчас фигурируют в программах машинного обучения. Но без цифровых решений мы не сможем добиться равенства. Например, мобильный телефон. Это очень важный инструмент для того, чтобы связать женщин с другими и дать им доступ к информации и образованию. Но этот разрыв по-прежнему слишком велик. Если говорить о других ЦУР, как-то, например, промышленность, инновации, инфраструктура, ЦУР-9, о которой сегодня уже шла речь, что очень важно, 95% имеют доступ по 3G. Это хорошо, но последние вот эти 5% подключить очень трудно. И опять-таки наличие связи это лишь одна из проблем. Необходимо, чтобы помимо наличия связи были еще необходимые навыки. Большое спасибо за точность в характеризации проблемы. А теперь я передаю слово уже у министра Смальдиев. Ну что ж, мне кажется, что из тех ответов, которые были предоставлены предыдущими двумя докладчиками, однозначно, что мы отстаем. как уже было сказано, у нас по 40% ЦУР наблюдается откат. Ну, из-за каких, из-за технологий мы не добиваемся ЦУР, или из-за недостатки ЦУР мы отстаем по цифровым технологиям, трудно сказать. Мне кажется, что ответ был уже представлен. Давайте я предоставлю альтернативную формулировку. Мне кажется, что самое важное это сделать так, чтобы никто не остался за бортом. Например, на Мальдивах у нас 15% населения до сих пор не пользуются интернетом. Более 7% населения не имеют смартфонов. У них нет смартфона в кармане. То есть нам необходимо укрепить основы. Основы – это цифровая грамотность. ЦУР 5. Нам нужно, чтобы все население было подключено. В противном случае мы не сможем добиться поставленной перед нами цели, цели, заявленной на 2030 год. Если лишь половина населения работает, то мы никогда не сможем добиться цели, которые мы определили для себя. Мы про это знаем. Так что нам придется уделять больше внимания уязвимым группам населения. Для того, чтобы обеспечить цифровую инклюзивность, нам необходимо сделать так, чтобы новые технологии поддерживали эту работу. Мы говорим о блокчейн, об искусственном интеллекте, о станциях, мониторинга, климата. Ясмальдив, нам это важно. Но начинать все-таки нужно с людей. Как мы можем сделать так, чтобы интернетом были охвачены все? Как можно сделать так на Мальдивах, чтобы оставшиеся 15% присоединились к цифровому миру и получили доступ к смартфонам, чтобы те 7%, кто еще не охвачен этим, получили доступ к телефонам и могли пользоваться услугами разумного здравоохранения, разумного свежего хозяйства, рыбных хозяйств и так далее. И таким образом, я думаю, если мы объединим усилия всех заинтересованных сторон и построим устойчивую основу, на которой можно делать уже надстройку дальнейшего развития, тогда мы добьемся успеха. В основе этого движения должно лежать гражданское общество, оно должно быть частью поиска решений, а также правительство, научные, другие частные секторы. Благодарю вас, господин министр. Господин Кужо, Бокки, вам слово. Я буду краток. Хочу немного здесь поправить, и, может быть, и меня поправят, если я ошибаюсь. В ЦУР есть тема, посвященная глобальному доступу к интернету. И цель 9С как раз говорит о доступе наименее развитых стран. И я думаю, что мудрость тех людей, которые прописали ЦУР, понимают, что необходимо помнить о цифровом развитии. Как и мои коллеги, я не испытываю особого оптимизма в том, что мы достигнем всех ЦУР. Поэтому не буду сейчас говорить по всем ЦУР и не буду отмечать все эти области, по которым мы отстаем в достижении ЦУР. Я понимаю, как влияет и нищета, и на нищету влияет неспособность достичь такие цели, как, например, борьба с изменением крема. Это понятно, что все это взаимосвязано. Но прежде всего необходимо помнить о партнерстве, которое необходимо для достижения всех ЦУР. Вопрос партнерства находится в основе нашей работы, нашего развития, и МЕТА тоже об этом помнит. Когда мы говорим о партнерстве, мы сотрудничаем с разными организациями, с международной организацией по миграции, с другими научными организациями, и мы видим, как влияет на программы здравоохранения, на программы иммунизации в Малави, например, и как на программы по предоставлению чистой воды в Руанде и в Замбии влияют наши карты и наличие наших карт. Мы понимаем, насколько это важно для работы в Бенине, в Сомали, в Руанде, в Замбии, и поэтому мы должны понимать о потенциале, который несут в себе цифровые технологии. Спасибо за то, что поделились. Заместитель генерального секретаря теперь мы к вам вернулись. Вы много говорите о том, что мы так и не достигли необходимого процесса ни по одной из ЦУР, и лишь в 15% работы мы соблюдаем график нашей работы. Как вы думаете, где мы особенно отстаем в области достижения ЦУР? Прежде всего, хочу сказать, что для ООН, для всех государств, членов, все 17 ЦУР одинаково важны. Конечно, в связи с рядом факторов сложилась ситуация, когда некоторые из ЦУР отстают больше, чем другие. Например, как уже говорили другие участники дискуссии, ЦУР-4 образование, а также цели, связанные с женщинами, девочками и избавлением от бедности, особенно отстают. Хочу еще один пример привести. ЦУР-11 устойчивые города и сообщества. Мы сейчас говорим о цифровизации, о том, что она могла бы быть полезной местным правительствам, если бы были запущены системы разумных городов. Но мы должны признать, что цифровизация помогла бы городам стать более устойчивыми, управлять транспортом, сократить потребление энергии, лучше управлять водными ресурсами, среди прочего. Однако многие города в развивающихся странах в связи с ограниченной инфраструктурой и ограниченными ресурсами вообще не имеют онлайн систем. В прошлом году наш департамент Экосос обнаружил, что 47 стран, в 47 странах самые густонаселенные города не имеют интернета. Представьте себе, если у нас такие сложности, как мы можем говорить о цифровизации экономики, о цифровизации городских инфраструктур и о достижении ЦУР, поскольку мы говорим, что ЦУР во главу угла должны ставить человека. А что это значит? Это значит равенство и инклюзивность. Спасибо, Ваше превосходительство. В этом контексте на основе всего, что только что упомянули участники дискуссии, мы здесь пытались сейчас рассмотреть потенциал достижения ЦУР, мы рассмотрели вопросы неравенства. Хочу теперь вернуться к господину Ишиду. Как вы считаете, каковы риски использования цифровых инноваций и решений, которые необходимо принимать во внимание в том, что касается решения глобальных проблем? Спасибо. Я считаю, что основной риск здесь это потеря перспективы. Технологии, развитие технологии сегодня двигается стремительно, особенно в вопросах генеративного искусственного интеллекта. Это тема для обсуждения везде, в том числе и на этом форуме и на саммите, который будет проходить на следующий год. Такие глобальные корпорации, как МЕТА, тоже этим интересуются. Я думаю, что совершенно ясно, что мы все еще не достигли консенсуса в глобальном масштабе по тому, какая модель подойдет всем и как именно мы можем использовать искусственный интеллект, принимая во внимание все точки зрения и философию разных акторов. этого процесса. Принимаем во внимание цель 16. Это тоже хороший пример. Цифровая технология может помогать достижению этой цели. Она может помогать продвигать мир. В то же самое время у нее есть потенциал навредить. Так что она может стать фактором риска. Все зависит от того, что вы будете с этой технологией делать. Для того, чтобы сократить такие риски, нужно вести диалог, многосторонную дискуссию. Полагаю, что форум AVF может стать платформой такого диалога и направить нас в нужном направлении. Спасибо, господин Ли. Тот же вопрос вам. Мы сейчас говорим о рисках использования цифровых решений. Если мы говорим, что мы рассматриваем применение цифровых технологий и их негативное влияние тоже должно приниматься во внимание. с моей стороны вот несколько наблюдений. Прежде всего волнует неравенство. Мы видим, что 2 миллиарда 600 миллионов людей все еще не имеют доступа к интернету. Таким образом большинство развивающегося мира, особенно наименее развитых стран, все еще не имеют доступа к интернету. Как мы можем убедить их в том, что преимущества цифровых технологий ощутимы и могут стать частью их жизни. Теперь о вопросе грамотности, цифровой грамотности. Мой коллега говорил об этом очень развернуто, очень верно. Я не буду к этому возвращаться, я с ним согласен. Следующий пункт это вызовы, связанные с окружающей средой. Мы знаем, что цифровая технология может помочь нам работать в этом направлении. В то же самое время мы знаем, что цифровые технологии способствуют увеличению выбросов парниковых газов. И это беспокоящая тенденция. Поэтому важный вопрос здесь, как мы будем управлять цифровыми технологиями, насколько устойчивы наши практики с точки зрения сокращения вреда наносимого окружающей среде такими технологиями. Продвигая цифровую технологию для осуществления ЦУР, важно обращать внимание на решения, которые напрямую помогают в то же самое время оккупировать возможные риски. Вы совершенно верно сказали ваше превосходительство. Тот же вопрос хочу задать господину Марвале. Спасибо. Я не буду повторять все то, что сказали мои коллеги совершенно верно, профессор Ишидо и заместитель генсекретаря. Я думаю, что это вопрос этики. Это проблема этики. Большая проблема. Нужно честно в этом признаться. Приведу вам пример. Количество, объем деградации окружающей среды, которые влекут за собой дата-центры, их работа, огромен. И здесь возникает вопрос этики. Второе. Что касается приватности данных, а также кибербезопасности. Тут я вижу неравенство возможностей во всем мире. Асимметрию подхода это не вопрос глобального севера и глобального юга. даже в рамках глобального севера мы видим неравенство способностей, возможностей. Поэтому нам нужно глобальное соглашение. И это сложная по всей вероятности область. В этой области сложно разработать какое-то соглашение, которое всех бы удовлетворило, не начав при этом кибервойны. Это большая угроза. Об этой угрозе нельзя забывать. Я думаю, что вопрос доступа конечно важен. И я считаю, что когда мы говорим о доступе, то стоимость технологий, если только мы не найдем способ обеспечить равный доступ и равную стоимость, мы не сможем решить этот вопрос. Поэтому хочу сказать в заключение, что вопрос образования важен. Образование недоступно равным образом всем. Давайте помнить о том, что необходимо разрабатывать законы и правила, которые смогут решать эти глобальные проблемы. Конечно, глобальные и локальные вызовы необходимо рассматривать в комплексе. спасибо. Господин Масариконда, хотите ли вы добавить? Да, спасибо. Предыдущий оратор говорил о кибербезопасности. Я хочу еще один аспект упомянуть с другого угла зрения. Глобальные вызовы, конечно, глобальные, и ни один проект не может решить существующую проблему. Поэтому нам нужно рассмотреть возможность сбора и обмена данными всех заинтересованных сторон внутренним образом, на региональном уровне и на международном. В будущем, по мере того, как будут эволюционировать цифровые решения, интероперабельность данных станет важным вопросом. Поэтому мы должны помнить о том, что наша цифровая уязвимость тоже может стать вызовом, и она начинается с самых низких уровней этой системы. Я думаю, что подробная спецификация или стандартизация здесь непрактична, но полагаю, что некая концепция минимальных требований сделает нашу работу устойчивой и полезной в будущем. Спасибо. Мисс Лис, ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. Я уже говорила, что, конечно, цифровая работа часть нашей работы в области достижения ЦУР. И здесь мы разрабатываем стандарты цифровой экономики, но здесь и риск заложен, потому что мы все время говорим цифровое то, цифровое это, цифровая инновация, но не совсем понимаем, что вложено в этот термин. Связуемость не обязательно приводит к достижению ЦУР сама по себе или большего благосостояния. Думаю, что цифровые решения должны основываться на интернете, который инклюзивен, безопасен и создан по принципу уважения прав человека. Поэтому, конечно, мы говорим, что связуемость важна, и это важная часть нашей работы, но нужно помнить и о других частях, когда мы говорим об открытом интернете, инклюзивном, доступном и безопасном интернете. Это означает, что госсектор, частный сектор, гражданское общество и научные круги никогда не должны забывать о техническом сообществе, которое создает стандарты того, как работает интернет. И по мере того, как мы работаем над этими вопросами с уважаемыми коллегами, с экспертами, мы запускаем процесс информационной работы со всеми вовлеченными заинтересованными лицами, со всеми вами, чтобы понять, как вы считаете, должен работать интернет сегодня. Думаю, что это и будет направлять нашу работу в области цифровых инноваций в будущем, обеспечивая цифровые решения, которые работают для всех. Спасибо. Господин Мухаммад Шариф, ваши взгляды на этот вопрос. Спасибо. Я, как практикующий работник, могу сказать, что некоторые из вызовов, с которыми сталкиваюсь я, сопряжены со сложностью технологий. Цифровые инновации, о которых мы здесь говорим, будь то искусственный интеллект или космические технологии, становятся все более сложными. И в этой связи возникают сложности, в том числе риски кибербезопасности, риски, сопряженные с приватностью данных, в особенности в малых и странных развивающихся государствах и вообще в контексте развивающихся стран. Нам не хватает знаний, когда мы пытаемся работать над этим у себя в странах. Есть и финансовый риск. мы не можем просто бросать финансы в черную дыру ИКТ, при этом тратя слишком много на инновации, которые не предоставляют или могут не предоставить преимущества, которых мы хотели бы получить. Иногда происходит как раз обратное. При этом существует риск, что мы недофинансируем те технологии, которые несут в себе потенциал. Кроме того, есть и вопрос окружающей среды. По мере того, как мы инвестируем в технологии, мы должны продолжать инвестировать в вопросы экологичного избавления от электронных отходов. И мы на Мальдивах создали команду, которая работает уже около двух лет и помогает нам выделять ресурсы для этой работы. Мы предпринимаем меры безопасности, интегрируя системы в единую архитектуру безопасности, обеспечиваем соблюдение как внутренних, так и внешних требований к безопасности данных, а также инвестируем в людей, в обучение и развитие. Я думаю, что мы разрабатываем сейчас то, что будет важно в будущем. Пару дней назад я принимала участие в сессии по кибербезопасности. Мне кажется, что здесь нужно брать на вооружение предпринимательский подход к решению проблемы цифровой трансформации. Это такой стартап на государственном уровне. Кэролайн, что вы хотите добавить? Я выслушала мнение коллег, и я буду кратко, потому что уже многие высказались. Давайте помнить о том, что мы люди, и значит, нам нужны права человека, нам нужен подход на основе прав человека. Именно это поможет нам сократить риски развития новых технологий искусственного интеллекта и основанных на нем технологий. Я думаю, что если мы такой подход берем на вооружение, это внесет свой вклад в технологический прогресс и сделает такой прогресс инклюзивным. Несколько месяцев назад мне сказали, что нам, людям, нужно примерно сто лет, чтобы адаптироваться к новой технологии. И к интернету мы адаптируемся вот уже примерно 50 лет. Мы на полпути, и пришло время нам разработать программы, которые помогут нам сократить сопряженные с развитием интернета риски и помогут нам использовать все имеющиеся у нас возможности и потенциал, при этом оставаясь прозрачными и продолжая наращивать свои возможности и прилагая интернет к использованию в разных областях экономики и развития, охватывая все гражданское общество. Спасибо, госпожа федеральный министр, вы отлично сформулировали, думаю, лучше сказать невозможно. Действительно, в центре нашей дискуссии должен быть человек, права человека, и мы не должны забывать об этом, говоря об искусственном интеллекте. Вы всегда напоминаете об этом важном аспекте. Теперь хочу подойти к предпоследнему вопросу. Давайте поговорим о политике. Политика в этой сессии и на других сессиях тоже затрагивалась. Разработка политических мер лежит в центре работы. Мы сегодня обсуждаем чрезвычайно актуальный своевременный вопрос. К сожалению, у нас заканчивается время, выделенное на достижение цели, которые мы перед собой поставили. И, конечно, мы хотим увидеть результат, мы хотим добиться цели. Хочу дать слово господину Масанури Кондо в начале. Как мы можем получить больше поддержки цифровым инновациям и решениям для того, чтобы помочь решить проблемы, сопряженные с политикой в области ЦУР. Простой ответ здесь был бы продемонстрировать важность проекта и попросить тех, кто формулирует политику, поддержать. Но давайте подумаем, почему вы считаете, что вам нужна поддержка. Наверное, потому, что кто-то вам об этом сказал, кто-то вас спросил об этом. Как вы думаете, когда вы понимаете, что нужно что-то делать? Наверное, тогда, когда вы видите нуждающихся людей своими глазами. Может быть, вам приятно видеть благодарность за вашу работу. Может быть, вы хотите изменить ситуацию. Какими бы ни были ваши мотивы, вы предпринимаете действия, когда вы понимаете, что существует необходимость, существует важность, и вы можете что-то для этого сделать. Одна из идей здесь, которую я хотела бы с вами поделиться, это моя личная идея. Можно рассмотреть возможность создания посла доброй воли для цифрового аспекта ЦУР, который вел бы за собой просветительское движение для нормотворческих органов и всех заинтересованных сторон. Еще одна идея – это хакатон нормотворческих органов. Можно собрать экспертов, новаторов и организовать это вместе с ними. Я знаю, что вы все знаете, как организовывать хакатоны, но давайте подумаем, как можно сделать хакатон частью нашей работы и сделать его одним из движений, которые становятся частью нашей платформы, нашего движения. Спасибо. Действительно, очень интересно услышать эти идеи от вас. Давайте теперь дадим слово господину Кожо Бокье. Повторите, пожалуйста, вопрос. Я понимаю, что это вопрос о нормотворчестве, но уточните, пожалуйста. Вы от меня, наверное, очень далеко сидите, но давайте я спрошу, что вы хотите, чтобы я повторила. Я хочу, чтобы вы повторили вопрос. Да, мы действительно далеко друг от друга сидим, и друг друга не понимаем. Вопрос заключается в том, как мы можем получить больше поддержки для цифровых инноваций и решений со стороны нормотворческих органов, определяющих политику. Я не уверена, что нам нужно больше поддержки. Я несколько, последние несколько недель был в Гане, в Египте, в Иордании, в Нью-Йорке, и сейчас я прилетел сюда, и я должен сказать, что поддержка у нас есть. Наше использование технологий получает поддержку. Я согласен с тем, что мы должны продолжать демонстрировать возможности технологии. Согласен с профессором из Японии, который говорил о необходимости диалога между частным сектором, госсектором, научными кругами и тех актерами для того, чтобы продолжать действовать синергично и продолжать демонстрировать необходимость действовать сейчас, потому что возможности стоят перед нами сейчас. Я недавно беседовала с профессором Мустафа Сисой из Африканской школы математики, науки и математики. мы говорили о том, какая именно технология внушает наибольший страх людям. И, конечно, речь шла об ИИ. Я не инженер, но я верю профессору, и мы должны об этом помнить. Конечно, искусственный интеллект, он важен, но в то же самое время он и опасен, нужно об этом помнить. К примеру, США добровольно изъявило желание обработать в направлении развития ИИ и также разрабатывать законодательную структуру, которая дает рамки деятельности в этом направлении. Я думаю, что это нужно рассматривать как возможность. Спасибо. Нанако Ишидо, госпожа профессор, вам слово. Я считаю, что использование этой технологии дает возможность разным заинтересованным сторонам принимать участие в работе. Важно создавать среду, где большое количество участников может принять участие в нормотворчестве. В долгосрочном периоде участие всех и цифровая грамотность всех становятся важными. Также важно активно применять новые технологии, такие как ИИ, блокчейн и другие. Мы сегодня уже опираемся на генеративный искусственный интеллект для поиска решений ряда проблем. Это уже работа, которая ведется по всему миру. Что важно отметить, как уже сказал господин Кондо, давайте действовать. Давайте помнить, что необходимо делать шаги в направлении цели. Необходимо выявлять приоритеты и определять, какие цели наиболее важны для нас в каждой из наших стран. и превращать эти приоритеты в конкретные шаги. Спасибо за то, что подчеркнули необходимость действия. Я думаю, что нужно задать этот вопрос и господину Задвали. Спасибо. Я согласен с коллегами экспертами, что действительно важно действовать и именно в действии залога успеха. В том, что касается представления возможностей создания среды для цифровых инноваций, важно, конечно, иметь здесь некие нормы, некую политику. Как этого добиться? Я считаю, что необходимо оптимизировать участие всех заинтересованных сторон в разработке глобальной рамочной структуры цифровых инноваций. Как этого можно добиться? Должна быть некая глобальная цифровая структура, и можно будет, собравшись в сентябре в Нью-Йорке на следующий год, заняться обсуждением этой идеи. Надеюсь, что все заинтересованные стороны примут участие в этом консультационном процессе, в том числе государство, парламент, частный сектор, бизнес-сектор, научные круги, технический сектор, и предприниматели, в том числе женщины и молодежь. Таким образом, мы приложим максимальные усилия вместе для того, чтобы создать наиболее благоприятную среду для технической инновации. Благодарю вас. Дамы и господа, а теперь, с вашего позволения, я хочу попросить принять участие в этой дискуссии, в очень важной дискуссии уважаемого продюсера корпорации Карибского телекоммуникационного союза, которая представит следующих выступающих. Большое спасибо, я хочу обратиться ко всем поставленным членам дискуссии, господин Родорик Хернандес, заместитель министра коммуникации Кубы, который кратко отреагирует на то, что только что прозвучало. господин Хернандес, вам слово прошу вас. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить организаторов за возможность выступить. 20 лет прошло с первой встречи высокого уровня по вопросам информационного общества. Тогда были одобрены документы главного государства, правительства из 175 стран. И тогда мы постарались ответить на призыв о сокращении цифрового разрыва. Цифровой разрыв ограничивает доступ к знаниям, к информации на нашем языке. Прошло 20 лет. Мы являемся свидетелями того, что информационные технологии в целом и конкретно интернет позволяют создать инструменты, необходимые для развития общества. Кроме того, мы наблюдаем, что эти решения стали очень важными именно для развивающихся стран, даже в большей степени, чем для развитых стран. Мы отмечаем, что некоторые обязательства, тем не менее, не были выполнены так. Одной из наших главных целей является выполнение запросов со стороны всех заинтересованных сторон. положить конец тому, что мешает социальному и экономическому развитию стран, которые от этого страдают. Те темы, которые были упомянуты, нашли отражение на встрече стран 77 в Китае и в Гаване в сентябре 2023 года, а также обсуждали уроченные технологии для развития. Мы провели на саммите сертификации документов, которые были до 2025 года, а Китай стал прямой связью между этими саммитами и информационными технологиями в развитии технологий. Кроме того, мы бросили призыв к проведению саммита между информационным и технологическим саммитом и другими итогами в Адис-Абебе и другими органами и будущими саммитами, которые еще только будут проведены. Будут и другие возможности говорить об этом и укрепить работы группы 77, которая была проделана в Китае и позволит нам реализовать эти цели в контексте, который была плена встреча группы 77, с тем, чтобы другие также могли бы вносить свой вклад в преодоление цифрового разрыва, который существует как между странами, так и внутри стран, между разными сообществами. мы объявили, что мы будем делать акцент на цифровых инструментах. Первый этап информационного общества, формирование информационного общества, что является первой целью нового тысячелетия, это цель, которую мы поставили вместе со всеми другими заинтересованными странами. Мы должны сконцентрироваться на глобальных действиях с участием всех заинтересованных сторон и опираться на созданный документ, в котором однозначно четко сказаны, какие цели ставит перед собой информационное общество, те цели, которые были сформулированы 20 лет тому назад. Благодарю вас. Как было сказано, Карибский регион представляет разнообразную группу карибских государств. Достижение ЦУР для нас является чрезвычайно важным, а невозможность достижения этих целей является экзистенциальной угрозой, особенно в том, что касается климата, изменения климата и экологии. Устойчивое развитие требует поиска творческих решений. Об этом говорили многие из предыдущих докладчиков. Точно так же можно говорить о том, что доступ это мостик, который позволяет предоставить решения тем, кто в них больше всего нуждается. Да, эти мысли уже были озвучены, ничего нового в этом зале в этом смысле не прозвучало. Вопрос в том, что можем мы делать по-другому. Правительственных действий будет самих по себе недостаточно. Мы понимаем, какое значение имеет подход, основанный на части множества заинтересованных сторон. Соответственно, каждый из нас должен сконцентрироваться на тех областях, в которых мы являются экспертами. Мы должны финансировать развитие во имя целей наиболее известного группа населения, например, в странах малых островных государствах. Доступность, финансовая доступность очень важна для стран глобального юга и наименее развитых стран. Расширение доступа к цифровым технологиям в здравоохранении, в образовании уже были упомянуты в этом зале. Да, необходимо связывать друг с другом партнеров, необходима для этого полная поддержка глобального сообщества, особенно тех, кто больше всего зарабатывает на интернет-экономике. Необходимо укрепить партнерство в других областях и разработать обмен знаниями и совместные решения. Уже был упомянут глобальный цифровой договор и работа, которая проводится в ООН, полностью поддерживается в Карибском регионе. Наконец, необходимо привлекать внимание к этой проблематике и проводить образовательные инициативы для того, чтобы страны могли подглавить свое собственное развитие. Необходимо, чтобы естественным образом возникли форумы на национальном уровне для обсуждения этих вопросов в тех терминах, которые приемлемы в той или иной культуре. Поэтому поддерживают участие молодежи в них. Достижение ЦУР возможно благодаря цифровой технологии, и мы будем всячески способствовать. большое спасибо генеральному секретарю Телекоммуникационного союза Карибского региона, госпожа армии Далис Жабана, исполнительный секретарь Эската обратиться к нам с видеообращением. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты, участники, позвольте мне тепло поблагодарить правительство Японии, союз электросвязи Инессы за возможность выступить на IGF 2023 года, который проводится в Киото. Темой этого форума является интернет, к которому мы стремимся расширение полномочий всех и активное вовлечение всех заинтересованных лиц, благодаря чему это мероприятие позволяет обеспечить общий консенсус для того, чтобы интернет расширил возможности для всего населения планеты. Да, есть значительные цифровые выгоды, связанные с распространением интернета, однако неравное распространение этих цифровых технологий увеличивает риски, и это означает, что особенно важны те восемь подтем, которые были выбраны в этом году. Они своевременны. Эти подтемы включают в себя искусственный интеллект и новые технологии, цифровой разрыв, инклюзивность и другие. Давайте я поделюсь с вами региональной точкой зрения в том, что касается цифрового разрыва и вызовов, которыми сталкиваются в азиатско-техниатском регионе. Это наиболее разделенный регион в мире. Здесь самый большой цифровой разрыв, ограниченный доступ к интернету. Его отсутствие лишь усугубляется в странах с условной ситуацией, особенно во время пандемии. А развитые экономики, такие как Япония, вырываются вперед, используя новые технологии и проводят трансформаты цифрового общества с использованием технологий, внедряя цифровое управление и, опираясь на ограниченные цифровые навыки, поспевают за темпом цифровых инноваций. Искусственный интеллект и новые возможности, связанные с цифровыми технологиями, несут огромный пациент с точки зрения ЦУР-15 по изменению климата. Это особенно важно в регионе, где наблюдается откат по этим целям. В Сингапуре, скажем, там проводится инициатива «Умная нация», что позволяет добиться большего развития, а при этом число приложений искусственного искусственного интеллекта позволяет повысить климатическую адаптивность. В Корее проводятся инвестиции в искусственный интеллект для того, чтобы обучать учителей и для того, чтобы передовые технологические навыки использовали студенты для того, чтобы подготовиться к будущему, которое будет аппляться искусственным интеллектом. Люди во главе угла при искусственном интеллекте — общая основа в качестве прав человека. Это наш фундамент, но ещё много предстоит сделать. Существуют многосторонние подходы с участием множества заинтересованных сторон для построения будущего, к которому мы стремимся. В связи с этим я хочу сделать три вывода. Во-первых, необходимо нарастить усилия по сокращению цифрового разрыва путём увеличения инвестиций для того, чтобы мы были готовы к будущему с огромным объёмом передаваемых данных. Необходимо также нарастить усилия по расширению навыков, по приобретению навыков для того, чтобы обеспечить ответственное использование цифровых технологий. И, наконец, необходимо нарастить сотрудничество между частным сектором, частным сектором, другими заинтересованными сил, странами для того, чтобы реализовать инициативу по цифровой супермагистрали, которая запланирована на период до 2026 года. Эта инициатива является основой для сокращения цифрового разрыва в регионе, для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию. Я надеюсь, что у нас будет возможность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы добиться цифровой трансформации и цифрового будущего для всех будущего, к которому мы стремимся. Благодарю вас. Я со своей стороны хотела бы поблагодарить госпожу Алис Жабану, который является исполнительным секретарем из КАТа. А теперь по видео выступит господин Аксел Волтсамил, который является старшим управляющим директором Всемирного банка. Дамы и господа, уважаемые гости. Дамы и господа, уважаемые гости. За мной шепчут «Это искусственный интеллект». Технологии есть, но видеоролик повторяется. Мы попробуем его включить чуть позже. Да, действительно, в цифровых технологиях неизбежно случаются какие-то заминки. Ну что ж, а теперь позвольте мне сказать, что я очень благодарна за то, что мы смогли включить точку зрения представителей высокого уровня в число дискутантов. И мы, конечно же, не можем завершить эту сессию, не попросив уважаемых участников дискуссии сказать несколько слов в заключение. позвольте мне обратиться прежде всего к господину Кожи Байки, который является вице-президентом Меты. Сколько вы мне времени даете? Две минуты? Две минуты. Хорошо. Постараюсь все связать воедино. Мне кажется, что все находящиеся в этом зале и многие из тех, с кем я последние недели, месяцы и даже годы беседовал, верят в те возможности, которые открывают перед нами цифровые технологии. По ЦУР нет сомнений, мы отстаем от поставленных нами целей, но есть признание того, что технология также может привести к усугублению неравенства. Ведь лишь 6 миллиардов человек, которые подключены не всеми под подключение к широкополосному интернету, не говоря уже о более новаторских технологиях. Поэтому, если говорить о будущем, о том, как сделать так, чтобы технология сыграла свою важную роль, то главное, например, для наших технологий это являться примером. Многие сегодня говорили о картах населения, например, и о многом другом. Но, кроме того, необходимо вести диалог по политическим вопросам, как это делается в США, в Европе, в Африке, на Ближнем Востоке, наверняка, мне напомнят, и в Азии тоже, для того, чтобы эти политические меры приводили к конкретным действиям. Мои уважаемые коллеги из Международной экстраспязи и другие говорили, что мы не можем сейчас почивать на лаврах. Мы должны действовать. Я надеюсь, искренне надеюсь на то, что мы не пострадаем от болезни, которая называется аналитический паралич, что мы перейдем от слов к действиям. Очень нехорошо сказано. Ну что ж, я попрошу каждого из участников ограничиться двумя минутами выступления господина Мисс Лиза Эдна. Спасибо. Прежде всего, хочу сказать, что для меня огромная честь принять участие в этой дискуссии. Уважаемые коллеги, нам необходимо сейчас остановиться и задуматься, каким образом можем мы вдохнуть новую жизнь в ЦУР. Эти ЦУР были согласованы много лет тому назад. Мир с тех пор изменился, сильно изменился, куда больше изменился, чем мы могли тогда ожидать. Да, пандемия привела к изменениям в системах здравоохранения и заставила нас опробовать испытать на прочность системы здравоохранения и цифровые системы. Нам удалось в рекордно краткие сроки провести вакцинацию. Мы восхищаемся тем, на что способен искусственный интеллект. Мы сидим по домам или на работе и тестируем эти большие языковые модели. Мы порой думаем, что это какое-то волшебство, но при этом мы очень далеки от достижения ЦУР, о чем сегодня уже говорилось. И перспективы может быть не очень радужны. Вспомните, как многие из ЦУР уже были здесь упомянуты в связи с цифровыми технологиями. Мне кажется, что нужно подчеркнуть, что цифровые инновации конечно не являются единственным возможным решением и самим по себе цифровым технологиям не удастся добиться ЦУР, но это то, что нас может приблизить ко многим ЦУР, но для этого необходима вовлеченность всех заинтересованных сторон. Большое спасибо прекрасно сформулировано. Я вскоре передам слою господину Хадышо, но мне сообщили только что, что мы можем показать сейчас этот видеоролик господин Аксель Ван Тронстенбург отравляется старшим управленшим директором Всемирного банка. Дамы и господа, уважаемые гости, я с огромной радостью обращаюсь к вам на открытии Международного форума управления интернетом в Киото. Я хочу тепло поблагодарить организаторов этого форума, правительства Японии и ООН за приглашение принести участие в этом мероприятии, а также за давно уже существующее партнерство со Всемирным банком по вопросам цифровых технологий. Мы признаем, что сегодня в мире очень многие вызовы стали взаимосвязанными кризисами, а цифровые технологии играют роль в решении этих кризисов. Да, Всемирный банк внес колоссальный вклад в то, чтобы за последние 30-40 лет миллиарда человек вырвался из бедности, но из-за ковида мы наблюдаем значительный откат по сокращению бедности по коммерческому росту. И прогресс в борьбе против бедности требует нового подхода. Поэтому мы наращиваем финансирование, мы используем наши знания и партнерство. Цифровые технологии уже сегодня и в будущем будут играть все большую роль в развитии вместе с людьми, благосостоянием планеты, инфраструктуры, цифровые технологии. Это одна из пяти основ, которые мы хотим использовать в нашей работе для того, чтобы обеспечить выполнение наших основных целей. Цифровые технологии — это возможность трансформации. Цифровые технологии — это ведущая сила для развития и создания новых рабочих мест, новых рынков, создания возможностей для повышения эффективности и прозрачности правительств. Но нельзя забывать о риске маргинализации, об усугублении цифрового разрыва, об ухудшении бедности. И сегодня цифровые развития значат, что нам нужны и технические решения, и хорошее управление интернетом. 2 миллиарда 600 миллионов человек до сих пор не имеет доступ к интернету. Более 90% населения в странах с высоким уровнем дохода в 2022 году использовали интернет, а в странах с низким уровнем дохода лишь 25% населения имели такой доступ. У многих нет самых базовых намоков для того, чтобы эффективным образом использовать интернет. И примерно 150 миллионов новых рабочих мест будет создано за следующие пять лет. В новых технологиях 850 миллионов человек в мире не имеют никаких идентификационных документов. Это означает, что они не имеют доступа к возможностям развития ни в физическом мире, ни в цифровом мире. Цифровые решения во многих странах раздроблены, фрагментированы, что является свидетельством того, что мы не используем возможности создания, использования новых эффективных государственных услуг. Но продвижение технологических решений само по себе не является достаточным, поскольку основой цифрового сектора является доверие. А доверие можно укрепить лишь тогда, когда использование технологии опирается на открытый, инклюзивный, надежный и отказоустойчивый цифровой фундамент. Поэтому этот фундамент доверия включает в себя доступ к информации для всех, защиту личных данных, защиту данных при передаче их из одной страны в другую. В противном случае, если существует угроза того, что хакеры или другие получат доступ к этим данным, киберпреступники к неполучим данным ставятся под угрозу свобода всех. Для того, чтобы могли использовать цифровые технологии для максимизации экономического и социального развития, нам необходимо такое доверие. Это делает интернет глобальным личным благом. Я рад тому, что здесь присутствуют эксперты, представители правительства, частные секты, гражданское общество, что мы все работаем в рамках одного IGF Киото. Мы во Всемирном банке надеемся на укрепление сотрудничества по этим пунктам поиски дня с нашими партнерами со всего мира. Давайте использовать цифровые технологии для того, чтобы искоренить бедность на нашей планете, в которой будет комфортно жить. Я хочу поблагодарить всех тех, кто уже выступил, а теперь возвращаюсь к тем, кто находится на сцене. И прошу вас, господин Масимиконди, у вас есть две минуты. Благодарю вас. От целей на пороге тысячелетия к целям устойчивого развития мы наблюдаем усугубление проблем. Последние десятилетия одним из главных факторов стало распространение услуг ИКТ. Я считаю себя жителем сообщества ИКТ. И они, ИКТ, это то, что позволяет нам проблемы превратить в возможности. Говоря о ЦУР, необходимо, чтобы сообщество ИКТ сотрудничало с другими заинтересованными странами. Я выражаю осторожный оптимизм, говоря о том, что ИКТ вносит свой вклад в построение будущего. Их участие необходимо для того, чтобы мы могли построить вдохновляющее всех будущее. Большое спасибо за приглашение принять участие в этой сессии. Большое спасибо, что поделились нашими глубокими геометрическими мыслями. Теперь я хочу передать слово к мэму Хаммазу Шарифу. Благодарю вас. Мы слышали о том, каким потенциалом обрадают цифровые технологии в достижении ЦУР. Да, но при этом мы по-прежнему отстаем от поставленных перед нами целей, от тех целей, которые были заявлены еще в 2015 году. Уже звучат слова о том, что, может быть, нам нужно пересмотреть эти цели, потому что мир изменился, но и технологии изменились. Текущие тенденции технологически вызывают множество вопросов в области кибербезопасности, защиты личных данных, каким образом обеспечить сбалансированность, но при этом они дают нам и надежду. Да, говоря о будущем, мы можем, безусловно, использовать цифровые технологии для достижения ЦУР. Давайте сделаем так, чтобы при достижении ЦУР никто не остался за бортом, поскольку доступ должен быть центральным элементом нашей работы. давайте обеспечим инклюзивность, помня о том, какое значение это имеет с точки зрения экологии и окружающей среды. Благодарю вас. А теперь профессор Анан Коющидо. Благодарю вас. В 1997 году здесь, в этом зале был принят Киотский протокол. Этим протоколом были приняты цели по сокращению парниковых выбросов, выбросов парниковых газов. Это было в 1997 году. Сегодня мы говорим здесь о ЦУР. Вы знаете, что здесь в Киото мы были привержены этим целям уже много-много лет. Вы знаете, неподалеку расположенная чайная работает уже более тысячи лет. А в Японии очень много компаний работают более ста лет. Больше, чем в любой другой стране мира. если говорить о корпоративном управлении, Япония является примером устойчивого управления. То есть, наверное, здесь действительно стоит обсуждать вопрос устойчивости. Добро пожаловать в Киото. Благодарю вас. Большое спасибо. Господин Челдизи Маруала, ректор Университета ООН. Да, нет сомнений в том, что мы отстаем в достижении ЦУР. Но каждый из нас несет личную ответственность. за ответственное потребление, за ответственное производство. Мы, каждый из нас, отвечаем за оказание давления на политиков, которые принимают решения от нашего имени, за инвестиции, надлежащие в образование, на то, что происходит внутри стран и между странами. Для того, чтобы все это делать, однако, нам необходимы прочные партнерства между частным и государственным сектором. По цифровым технологиям в частных руках больше знаний, больше потенциала, правительство одни не справится. Поэтому нам необходимо объединить всех для того, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Большое спасибо. Благодарю вас. И теперь Каролина обстан. Хотела бы согласиться с вами. Мы отстаем, действительно, но никогда не поздно принять действие. Хочу в заключение завершить на той же мысли, с которой я начала. Это решающий момент. И важное решение всегда следует за такими решающими моментами, которые предоставляют возможности. Давайте действовать. И мы уже обсуждали действия возможные демократии, верховенства, права, общества, где уважаются права человека. Мы должны работать через наши парламенты, через депутатов. Это репрезентативная власть. И я тоже здесь представляю австрийское правительство. Я думаю, нужно предпринимать правильные меры. Это не вопрос экономических предприятий. Не они должны устанавливать правила, а мы парламентария. И я думаю, что как и сегодня, когда мы делимся опытом и ожиданиями, и также опытом того, что мы уже достигли, мы можем продолжать делиться такой информацией на будущее и в будущем. И важно говорить не только о наших недостатках, но и о том, чего мы достигли, и в чем мы работали удачнее, чем в других областях. Никогда не поздно. Давайте действовать сейчас. Спасибо, госпожа министр, и ваше превосходительство, зам генерального секретаря, господин Ли. для меня большая честь присоединиться к вам в качестве эксперта. 8 лет назад мировые лидеры согласились запустить ЦУР 17 целей устойчивого развития. Да, мы понимаем, что мы отстаем, но, конечно же, надежда есть. Просто настало время действия, настало время перемен. Как нам вновь внести жизнь в ЦУР? Ведь это важные, значимые цели. Нам нужны инструменты. Как это сделать сегодня? Прежде всего, нам необходимо использовать цифровые технологии, использовать новые возможности для достижения ЦУР. Обратить внимание достижению конкретных задач в рамках ЦУР. Особенно обратить внимание на развивающиеся страны и на уязвимые сообщества. Мы должны помнить, что равенство и инклюзивность должны оставаться в основе нашей работы по дигитализации. Второе. Давайте улучшать возможности инфраструктуры и цифровые возможности. Необходимо уделять внимание сокращению цифрового разрыва между странами, особенно уделяя внимание странам в уязвимом положении. Это и НРС, и развивающиеся страны без выхода к морю, и страны с особыми потребностями. Давайте вместе разработаем цифровые решения для сообществ и для местных экономик этих стран. В заключение хочу сказать, что укрепление сотрудничества в области цифровых технологий между всеми странами должно проходить на основе принципа безопасности, инклюзивности и доступности цифровых технологий всем странам и всем людям. Давайте обеспечим это всем странам и всем людям этих стран. Спасибо, Ваше превосходительство. Я думаю, что Вы резюмировали основную мысль этой сессии и упомянули разрывы и озабоченности, возникающие вопросы, сложности, которые стоят перед нами, о которых мы сегодня говорили. Я думаю, что все сообщества разделяют эти мысли, эти идеи. Для меня огромная честь быть ведущей этой сессии, работать с такими уважаемыми гостями, участниками дискуссии. Спасибо Вам за то, что уделили нам свое драгоценное время и приняли участие в этой дискуссии. Спасибо, что дали мне эту честь. Дамы и господа, это обсуждение представляет собой очередной шаг вперед. Да, есть недостатки в нашей работе, есть незавершенные проекты. Тем не менее, сегодня мы движемся вперед, мы вдохновляем друг друга продолжать двигаться вперед. Конечно же, эта сессия представляет собой как раз такой шаг. Мы понимаем, что цифровые технологии – это не волшебная палочка, это не панацея, но тем не менее, мы можем черпать из идей, которые здесь сегодня были опозначены, вдохновение для дальнейшей работы. Конечно, мы понимаем, что необходимо лучшее спланирование, лучшая разработка стратегии, и по возможности давайте избегать нежелательных исходов, давайте попробуем улучшить объем инвестиций в наши действия, в инновации, в идеи. И прежде всего, давайте поможем и сделаем реальностью сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами и лицами на всех уровнях. еще раз я хочу поблагодарить всех участников дискуссии, а также всех присутствующих и хочу пригласить всех участников дискуссии сфотографироваться перед тем, как вы покинете сцену. Хочу также пригласить госпожу Джул, мою соведущую, на сцену, чтобы сфотографироваться вместе. Спасибо.